Привет, друзья! Вы на канале Русский в Баварии. Вообще, скажу вам честно, это видео не должно было попасть на YouTube. Мы его делали для себя, мы его делали просто ради интереса, для кого-то веселья. Но потом решили попробовать, попробовали его кое-как смонтировать. В общем-то, попытались из него сделать конфетку, но всё равно съёмка там не профессиональная. И мы не готовились к этому выпуску, это было всё спонтанно и просто снимали, как снимали. Пожалуйста, для себя определите, понравился ли вам такой формат. Потому что если вы сейчас скажете, что да, Ром, слушай, это интересно, это прикольно, тогда мы с Филиппом объедем для вас самые большие города Германии. Знаете, напишите в комментариях два слова, да, хочу. И всё, мы поймём, и тогда мы будем работать уже в этой сфере дальше. Короче, ребята, мы прошли... Ну всё, иду пешком к станции железнодорожной. Встречаемся тогда мы с Филиппом в Нюрике. Билет купим. Сейчас ставим на поезд. И помчались? Если я могу, буквально через два часа. Встретимся с этим филиппом. Ёпкин. Так, всё, мы в Нюрике. Осталось найти только... Осталось найти только этого парня. Ну всё, нашёл я его. Не потерялся, мальчик, всё хорошо, вроде деньги на месте. Что? Заберите Рому, пожалуйста. Заберите его отсюда. Увезите его подальше. Прошло ровно две минуты с нашей встречи. Ром, зачем ты оставил здесь, а? Зачем ты бутылки разбрасываешь? Да вообще, кошмар. Мамки не вернятят. Кстати, Рома специально выбрал такое место, потому что здесь рядом туалет. О, кстати, билок. Сервис? Ну всё, друзья. Соответственно, если мы снимаем это видео и сказали всё, то есть всё, значит всё. Ой, дурак. О, какие здания, друзья. Ну правда вообще. Покажи. Всё. Мы готовы. Как тебе? О-о-о-о. Короче, ребята, мы прошли... Короче, мы... Спокойно. Всё хорошо. Да, короче, отельчик очень хороший. Скажу, я что-то скучаю по Баварии. Всё, раздеваем. Это что-то у вас есть? Окей. Туалеты... Отдельно, я так понимаю. Отдельно. Отдельно. Ну что, ты готов? Открывай быстрее. Ну, вид, кстати, из окна тоже вот, ну... Чувак, ты знаешь, что было в навигаторе? У Филиппа началась истерика. Нет. Ну за 70 евро... Я вообще на улице пойду, посплю. Просто... Жесть. А, слушай, телик есть. Да... Ты знаешь, мне кажется, мы должны с ним поговорить, попробовать. Ради прикола. Типа, в чём лучше? Ну, слушай, холодильник они обещали, кстати. Вот он есть, посмотри. Мы были в отеле. Я ни разу не видел, чтобы номер имел свой общий туалет. То есть он как бы свой, он как бы свой, но он как бы общий. Во-вторых, я ни разу не видел номер, который будет хуже, чем туалет у номера. Чтоб ты понимал, там даже бумага с сенсорной подачей. Подносишь пальчик, и она выдвигается. В общем, отель не оправдал своих ожиданий, но это просто рана на сердце, поэтому мы решили оставить эту тему и вышли погулять. И вот, что мы первое нашли. Немножко прогулявшись по городу, мы наткнулись на какие-то странные таблички. Это были таблички с именами погибших евреев на внешней стороне стены кладбища. Здесь вот, здесь был фундамент раньше, потому что вот так можно увидеть. Здесь была синагога. Ее взорвали, развалины расчистили, уже даже успели что-то построить на половине места. Но это была большая еврейская синагога. После Хрустальной ночи эмиграция франкфуртских евреев, начавшаяся уже в первой половине 30-х годов, приобрела массовый характер. И к июне 41-го года численность еврейского населения города, составляющая в 33-м году 26158 человек сократилась до 10803 человек. А в октябре 41-го года почти все они были депортированы в гетто и концентрационные лагеря, где большей частью погибли. К концу Второй мировой войны во Франкфурте на Майне оставалось немногим более 600 евреев. КОНЕЦ Все, мы встали утром. И красивый, теплый город сразу с парадом ЛГБТ. Там эти ребята стоят. Нас пропускают? Да. Пропускают. Танка? Либо в Франкфурте не говорят, Данк. Здесь никто никому ничего не говорит. Здесь вообще все идут на красный цвет. Вот так вот. Так что сейчас мы идем куда? А, сейчас мы идем завтракать, точно. Самое людное место города. Сейчас мы проверим, насколько ли хорош... Настолько ли хорош? Да. Сейчас мы проверим, настолько ли крут Старбакс. Так что стоит таким? Не стоит, с вами где-нибудь. Вот мы и подошли к первой причине, почему стоит посетить город Франкфурт. Это люди. В данную минуту мы показываем знаменитую набережную реки Майн. И когда ты пишешь в интернете, что можно посмотреть в городе Франкфурт, там стоит, что эта набережная самая важная причина. Но почему мы указали именно люди? Да потому что без людей эта набережная ничто. Именно люди делают ее необычной, где царит невероятная атмосфера. Вот, к примеру, парень просто взял доску, выпал на середину реки и с сабвуфером сделал невероятное настроение тем, кто был на берегу. Ну или вот, к примеру, другой случай. Все та же самая набережная, только здесь мужчины делают какие-то трюки на непонятных нам до сих пор штуках. И так как Филипп фотограф, он сразу достал фотоаппарат и начал его фотографировать. Но мужчина был не против, да и начал нам позировать. Воу, слушай, мы должны презентовать ему ее. Вообще, мы пришли к выводу, что во Франкфурте 4 основной группы людей. Первый, это те, кто любят клубы, вторые, музеи, третий, спорт и четвертый, шопинг. Но что нас по-настоящему удивило, что нам показалось странным, это то, что этих людей нужно увидеть в самых разных местах, в самых разных ситуациях. То есть те люди, которые вроде бы тусовщики, они же первые утром на пробежке, они же по вечерам и на шопинге, их же можно увидеть и в музее. Вот такие вот электросамокаты расставлены по всему городу. И чтобы проехаться, нужно только скачать приложение, ввести свой PayPal, потом сканировать QMATCHOT. Все. Пошло. Убираем. И едем. Платишь евро за то, что берешь этот электросамокат и потом 20 центов в минуту. Видел чудеса техники? Но такого! Поддержка, поддержка. Короче, он взял, отсканировал самокат. Обычно ты сканируешь и потом нажимаешь, когда ты стартуешь. А он сразу начал, как бы, самокат считывать сразу время. И что сделал он? Он остановил поездку, а забрали 11 евро. Музыка успокаивающая, знаешь, видимо, они понимали, зачем люди вообще звонят. Дети резвятся, батуты, аттракционы, все на берегу. Вторая причина — бетонные джунгли. Эту причину поймут все, кто живут в Германии, в маленьких уютных городках, где нет таких больших домов, да, или небоскребов. Хотя во Франкфурте это всего лишь один квартал, но выглядит это невероятно потрясающе. И люди, которые живут в таких уютненьких, маленьких средневековых городках, для них это, прямо уж, скажем, экзотика. Однако, это не просто дома. На самом деле, Франкфурт не только самый криминальный город Германии, но и финансовый центр. В этих зданиях расположены одни из самых богатых банков Германии. Ну, и не только Германии. Также в них расположены офисы одних из самых известных фирм Европы и Германии. Но для большинства туристов, как в принципе для нас, это просто способ сделать крутые фотки. Дело в том, что Франкфурт очень сильно пострадал во время войны, и впоследствии, когда его отстраивали, то уже строили новые дома по новым стилям. Ну, и естественно, что в этом городе перемешались эти стили. Старые, уютные домики и в каком-то стиле небоскребы. В итоге гармонирует то, что вообще вместе существовать не должно. Но выглядит это потрясающе. Третья причина красота ночного города. Да, я и вправду считаю, что каждый город раскрывается по-своему ночью. И речь не идет о посещении ночных клубов, а просто о прогулке по ночному городу, который весь светится и по-настоящему начинает жить. Если вы любите фотографировать и у вас есть для этого подходящая техника, не упустите возможность сфотографировать город с этого моста. Смотри, какая. Да. Оп. Во. Слушай, мне кажется, да. Вот это я хотел. Это точно, да. Ну что, интересно, какие фотки получились? Так уж и быть. Покажем. Спасибо. 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 Четвертая причина «Парки и животные». И тут сразу пример в парке в центре города. Посмотрите. Это кромки. А вот гигантская утка 50 сантиметров в длину. Вот этот монстр ходит просто по побережью, как и другие утки и веселит туристов. Мы встретили вот этого вот парня. Вот. С ним теперь мы тусим. А вот мы заглянули в один франкфуртский парк. Голос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, дурак Ребят, мы все-таки это сделали Мы в Нюрике Филипп остается здесь Я еду дальше Все Плак, плак Да, но это было супер До скорых встреч Друзья, обязательно Если у вас будет такая возможность Съездите во Франкфурт И самое главное Никогда не ездите в такие города На пару часов или на день Никогда Потому что эти города За короткий промежуток времени Никогда не поймешь Минимум, минимум два дня Двое суток Тогда у вас сложится полное впечатление Полная картинка о жизни О магазинах, о ценах И обо всем Я подошел к концу Наш видеоролик Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если вам понравилось это видео Но опять же Прошу вас Не судите строго Потому что мы не готовились Это видео Оно Просто Пусть оно будет Экспериментальное Любительское видео Да Теперь мы В ТикТок Все правильно ТикТок Я думаю, кстати Вы уже там, наверное Подписаны на него, да Дальше Следующий у нас Фейсбук На Фейсбук Правда Заходите Там будет больше информации Потому что Фейсбук связан с Инстаграм И ВКонтакте Да Мы решили преодолеть Этот барьер И все-таки Теперь у нас есть Свой профиль ВКонтакте Заходите Подписывайтесь И Участвуйте в голосовании По поводу новых видео Это очень интересно Вам интересно Нам интересно Знать, что вы хотите Пожалуйста Просто сейчас поставьте На паузу Или когда уже Перейдете на другое видео Просто подпишитесь Вам не сложно А нам приятно Ну а мы с вами Не прощаемся Мы увидимся Ровно через неделю И Этот выпуск Вам точно понравится Пока